Один законопроект, который внесли в Госдуму, распространяет действие блокировки телефонного спама на голосовые сообщения. Вот сейчас такой упрощенный механизм работает только для СМС. Кстати, по данным Центробанка, в ноябре было заблокировано рекордное число мошеннических номеров, более 100 тысяч. За три квартала 2022 года регулятор заблокировал почти полмиллиона телефонных номеров, которые использовали мошенники. Но неужели в 23-й мы войдем с чистыми руками, не услышим навязчивых предложений, с неизвестных номеров? Вот можно избавить нас от спама? С этим наболевшим вопросом мы обратились к специалисту технической и информационной безопасности Сергею Трухачеву. Есть программы от мобильных операторов, которые уже имеют эту базу этих номеров. И, соответственно, если они видят, что такой звонок поступает, у вас есть два варианта. Либо они автоматически его блокируют, либо они дают право выбора вам и выводят оповещение на экран, что это звонок в спам. И вы уже либо берете трубку, либо нет. Есть такая проблема, при которой иногда какая-то там служба доставки случайно попадает в спам и автоматически начинает блокироваться. И здесь уже человек не может получить какие-то виды услуг, хотя как бы они необходимы. Поэтому здесь нужно просто собирать базу спам-звонков. Мошенникам не так сложно завести новые номера. То есть используются сим-банки, в которые загружается огромное количество сим-карт, и они просто в автоматическом режиме все это делают. Вопрос, как будет здесь борьба именно вот с такой технологией происходить. Если мы не берем какое-то ПО от операторов, я думаю, это будет просто автоматическая блокировка с уведомлением пропущенного вызова, где пользователь уже может сам принять решение, звонить или не звонить. Но вы знаете, порой предложения, которые звучат из телефона, просто в ступор вгоняют, уж очень креативно. Вот, кстати, не менее креативно подошел к своей работе.